Научные новости В этом выпуске, помимо подробного рассмотрения свежих исследований из разных областей науки, мы подготовили для вас небольшую новостную сводку из научного мира. Начнем с нее. Выдающемуся советскому и российскому ученому, лидеру в области синтеза сверхтяжелых элементов и человеку, в честь которого назван целый элемент таблицы Менделеева — Аганессон. Академику Юрию Цалаковичу Аганессону 14 апреля исполнилось 90 лет, с чем мы Юрия Цалаковича сердечно поздравляем. Из-за высокой активности Солнца в апреле на Земле наблюдались сильные магнитные бури, вызвавшие полярное сияние в неестественных для этого широтах. Например, в Москве. О, да! Сияние! Офигеть! А 20 апреля SpaceX сумела запустить Starship — самую большую ракету в истории человечества. Правда, ракета была взорвана на высоте 38 километров в связи с неисправностями, но Илон Маск все равно остался довольным. А более подробно сегодня вы узнаете о том, как похудеть к лету, о лингвистических исследованиях ChatGPT, влиянии вулканов на историю, о премии Абеля и о новом применении графена. Давайте начинать. Заканчивается весна, и многие начали готовиться к лету. Немало людей при этом пытаются привести себя в форму. В последнее время главным трендом стал отказ от углеводов в пользу кетодиеты и просто низкоуглеводного рациона. Тем не менее, в марте было опубликовано исследование, в котором рассматривается потенциальный механизм превращения излишней глюкозы крови в самое настоящее топливо. Нелюбителям здорового образа жизни радоваться пока рано. Уже разработанное устройство представляет собой прототип, который был успешно протестирован только на мышах. Для того, как прибор можно будет коммерциализировать, еще предстоит провести дополнительные испытания и найти серьезных спонсоров. Ведущий исследователь Мартин Фуссенегер утверждает, что многие люди потребляют больше углеводов, чем нужно в повседневной жизни. Это приводит к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Отсюда идея использования этой избыточной метаболической энергии для производства электроэнергии и питания биомедицинских устройств. К ним относятся, например, инсулиновые помпы, которые позволяют поддерживать физиологические нормы инсулина больным сахарным диабетом. Кто знает, может быть когда-нибудь мы вообще сможем встроить в себя беспроводные зарядки для смартфонов и использовать их, переев сладкого накануне. И все же мы очень советуем начинать вам питаться правильно уже сейчас и активно заниматься спортом, чтобы быть готовыми к любому исходу и иметь здоровое тело. Надеюсь, все уже слышали про чат-бот с искусственным интеллектом, который может вести диалог, писать коды, делать презентации и даже сочинять стихи. Совсем недавно OpenAI и Университет Пенсильвании опубликовали работу, в которой утверждают, что внедрение технологии GPT уже в ближайшем будущем затронет ряд задач сотрудников из различных областей. Кроме того, ученым-лингвистам чат-бот представляет особый интерес как языковая модель. Система GPT-3 учится говорить, анализируя триллионы источников и запоминая, какие слова обычно следуют за какими. Это и помогает чат-боту выдавать логичные предложения, писать эссе, стихи и коды. Возможные ошибки не останавливают учеников и студентов, которые пишут сочинения и эссе с помощью искусственного интеллекта. Ведь проверить, чем пользуясь учащиеся, почти невозможно. Однако 22-летний выпускник Принцентского университета Эдвард Тиен создал приложение, которое позволяет определить, написан ли текст с помощью чат-GPT или его создал человек. При этом приложение GPT-0 использует два показателя. Замешательство и порывистость. Замешательство измеряет сложность текста. Если GPT-0 не до конца понимает написанное, значит текст имеет высокую сложность и, скорее всего, написан человеком. Второй показатель — отрывистость. Анализирует отдельное предложение. У людей на письме обычно длинные предложения перемежаются короткими, в отличие от примерно одинаковых предложений чат-бота. Тиен признает, что его бот не на 100% надежен, но автор работает над улучшением модели. Так, знания структуры языка и основ формирования текста позволяют определить, кем был написан этот текст. По-настоящему важной новостью в географии за предыдущий месяц стало мощное извержение вулкана Шивелыч на Камчатке. Шлейф от этого извержения ушел в высоту на более чем 10 километров и достиг стратосферы, второго от поверхности слоя атмосферы. Такие крупные извержения могут сильно повлиять на климат. В случае с вулканом Шивелыч точных оценок, какие последствия ожидаются для климатической системы, еще нет. Однако, в последние годы ученые активно изучают подобные события в прошлом, оценивают их климатический эффект и влияние на жизнь человека. Обычно такие извержения приводят к похолоданиям, и примеров в истории немало. В результате серии вулканических извержений в 12-13 веках наступил так называемый малоледниковый период, во время которого средние температуры на планете снизились на половину градуса. А из-за извержения вулкана Тамбера 1816 год остался в истории под прозвищем «Год без лета», вызвав неурожай и голод по всей Европе. Кстати, недавно ученые из Женевского университета сумели продатировать извержения позднего Средневековья, используя годичные кольца деревьев, пробы пепла из льдов Антарктики и Гренландии и хроники средневековых монахов. Последний метод особенно необычен. Дело в том, что крупные извержения вулканов активно поставляют в стратосферу диоксид серы, который под воздействием Солнца превращается в серную кислоту. Она легко конденсируется как сама по себе, так и на твердых частицах, принесенных из тропосферы, самого нижнего слоя атмосферы. Поэтому после вулканических извержений сероцодержащих частиц в стратосфере гораздо больше, чем обычно. Эти частицы отражают солнечный свет, и именно этот процесс главным образом приводит к похолоданию. Кроме того, сероцодержащие частицы могут вызывать различные оптические явления в атмосфере, в том числе менять цвет Луны при затмениях, что отражено в различных литературных источниках, по которым ученые и восстановили примерное содержание сульфатного аэрозоля в стратосфере. Исследования сильных извержений в прошлом и их точная датировка смогут помочь в предсказании будущих изменений климата, а также пригодятся и историкам. В мае этого года выручается премия Абеля, аналог Нобелевской премии для математик. Аргентино-американскому математику Луису Кафарелли за основополагающий вклад в теорию регулярности для нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, включая задачи со свободным концом и уравнения Монжо Ампера. Разбираемся, что это за зверь такой. Любое дифференциальное уравнение связывает функцию и ее производную, то есть какую-то физическую величину и скорость ее изменения. Дифференциальными уравнениями можно описать практически всю нашу реальность, от движения жидкости до фондового рынка. Например, второй закон Ньютона одним дифференциальным уравнением описывает механическое движение, а чтобы с помощью него рассчитать падение тела, нужно к уравнению добавить начальные условия, координаты и скорость в начальный момент времени. Решение такого уравнения известно нам со школы, однако для более сложных случаев поиск решений остается актуальной проблемой. Исследованием поведения некоторых из таких частных решений и занимается Кафарелли. В его работах рассматриваются задачи с подвижным концом, где граничные условия не постоянны, а изменяются во времени. Представьте, вы бросаете шарик, заполненный водой. Шарик расплющивается, все очень просто. Но если бы это была не стена, а подвижная поверхность? Другой пример — таяние льда. Лед тает неравномерно, но как описать изменения поверхности? Ответы на эти вопросы дают решения, полученные Кафарелли. Результаты будут полезны в сфере авиамоделирования, при расчете океанических течений, для моделирования распространения инфекций или прогнозирования стоимости некоторых опционов. 13 марта в журнале Оксфорда была опубликована статья под названием «Неожиданная каталитическая активность наноребристого графена». Что же это за удивительный модный материал — графен, о котором ученые говорят последние два десятилетия? Графен — это однослойное вещество, состоящее из атомов углерода, открытое учеными Константином Новоселовым и Андреем Геймом, которые впоследствии получили за это открытие Нобелевскую премию в 2010 году. Химикам давно известны вещества, состоящие только из атомов углерода. Это древесный уголь, графит, алмаз. Все это аллотропные модификации углерода. Казалось бы, такие разные по физическим свойствам вещества, а состоят из одних и тех же атомов. Различие свойств объясняется разной структурой кристаллических решеток этих веществ. Свойства графена, как ожидалось, будут схожи со свойствами графита, обладающего похожей структурой. Увы, графит — вещество, обладающее весьма инертными химическими свойствами, поэтому во многих статьях отмечались лишь рекордные физические свойства графена. Например, его проводимость свойственна и графиту. Еще одно, увы, с графеном связано со сложностью его получения. Поэтому о графене только и делают, что говорят, но так до сих пор его никуда и не применяют. Этакая неизбыточная мечта ученых. И вот, химикам из Германии следующим явлением проницаемости графена с волнистой поверхностью удалось в результате экспериментов с разными изотопами водорода выяснить, что в процессе адсорбции молекулы H2 диссоциируют на атомы. Благодаря проведенным экспериментам они смогли описать предположения, за счет чего происходит такая диссоциация. Данное исследование может привести к созданию новых катализаторов, позволяющих эффективнее проводить реакции между газами благодаря большой площади поверхности графена и его пористости. Наиболее перспективное применение такого катализатора это получение водорода из воды. То есть графен может стать ключевым элементом в создании новых топливных элементов, в получении того самого водородного, экологически чистого топлива. Помимо этого, такой графеновый катализатор будет дешевле применяющихся в настоящее время платиновых катализаторов. А также он будет более экологичным, ведь его состав — это просто атомы углерода. Надеемся, вам было интересно погрузиться в различные области науки. В следующих выпусках мы будем продолжать рассказывать о самых актуальных открытиях, чтобы вы были в курсе наиболее значимых научных событий. Узнавайте новости из мира науки вместе с нами. На сегодня это все, но мы скоро еще увидимся. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на канал. Здесь регулярно выходят полезные и интересные видео от преподавателей Ассоциации Победителей Олимпиад. Нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Давайте подчеркивать важное вместе с маркером. Ассоциации Победителей Олимпиад. Субтитры создавал DimaTorzok